Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Друзья мои, нашла потрясающие корзинки. Кто-то их называет тарталетками для нового года. Я думаю, получится что-то фантастическое. Попробуем рецепт новый. Для тарталеток нам понадобится 250 граммов муки, 1 яйцо, пару столовых ложек воды, пол чайной ложки соли, 120 граммов сливочного масла и пол чайной ложки разрыхлителя. Для начала смешиваем муку, соль и разрыхлитель, чтобы все компоненты у нас распределились в муке равномерно. Сюда же добавляем порезанное кубиками холодное масло и яйцо. Замешиваем тесто. Если яйца будет маловато, добавляем 1-2 столовые ложки холодной тоже воды. Но смотрите по муке, по тесту, потому что бывают яйца очень крупные, бывают мука более влажная. Месить это тесто долго не нужно. Собрали все в шар и этого вполне достаточно. Убираем в пакет или в пищевую пленку, в бумагу, в полотенце, во что хотите. И убираем в холодильник минут на 30. Пусть оно немножечко настоится. Тесто отлежалось, еще нам понадобятся формочки. Отрезаем примерно третью часть теста, остальное убираем в холодильник, чтобы оно не подтаивало. Берем кусочек теста, оно достаточно хрупкое. Нам такое и нужно. И начинаем выкладывать формочку, заполняя ее полностью. Если теста маловато, добавляйте сверху. Лишнее тесто вот буквально вот так вот руками и убираем. Выравниваем краешки, чтобы они были аккуратные, красивые. И вот такая у нас тарталетка. Чтобы тарталетки не вздувались, прокалываем дно вилкой. Я сделала 11 корзиночек, теперь мне нужно приготовить 11 ручек. Раскатываем тесто. Вот оно сейчас еще такое холодное. Лучше, наверное, этим немножечко полежать, чтобы помягче стало. Именно для ручек. Вот такой вот жгутик делим на две части. И катаем их потоньше. Теперь каждый вот этот жгутик переплетаем. Два жгутика переплетаем между собой. И делаем вот такую вот ручечку. Мы прикладываем к нашей формочке. Вот так вот. Длина должна быть примерно 10-12 см. Длина ручки. Лишнее убираем. Запекать всю эту красоту мы будем при температуре 180 градусов минут 10. И сами тарталетки, и вот эти вот ручечки, они должны остаться светлыми, не должны зажариваться. Ориентируйтесь на свою духовку. Может, у кого-то больше времени, у кого-то меньше уйдет. Вот такие ручки у меня получились. И вот такой кусочек теста остался. Я думала, что 15 тарталеток получится смело. Ну вот, уже и тарталетки готовые, и ручки к ним. Вытаскиваются очень легко, спокойно. Вот видите, они такие бледненькие. Ну вот, такие по рецепту. Будем сейчас пробовать смотреть. Чуть-чуть подцепить. И все. Ради такого случая я даже приготовила оливье, чтобы посмотреть, как оно будет практически. Ну, смотрится уже красиво. Я люблю вообще тарталетки. Все салаты очень хорошо в них смотрятся. И вот теперь вставляем в ручку. Готово! Посмотрите, как здорово! Класс получился! Ой, вообще мне нравится! Корзинки получились сказочные! Мне даже нравится все это дело и украшать. И уже, наверное, пробовать. Ну что, надо пробовать! Как быть-то? Друзья, мои тарталетки получились классные! Солоноватые, хрустящие, такие рассыпчатые, очень вкусные! Единственное, я не поняла прикола, почему они должны быть бледные. Мне кажется, когда они зажарятся, будет еще вкуснее. Поэтому смело готовьте! Но настолько они эффектны, что такое блюдо обязательно должно быть. На праздничном, новогоднем, да и любом другом столе. Потому что очень красиво! Думаю, что даже и на Пасху будет здорово как-нибудь это все дело обыграть. Сделать какой-то такой салатик с маленькими яичками или еще что-нибудь в этом роде. Феерично! Готовить обязательно! Здорово, классно, вкусно! Просто и быстро! И продукты самые обычные! Все, с вами была я, Валерия! Мои уже в нетерпении! Пойду их кормить, ну и вы угощайтесь! Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...